Дорогие друзья, всего меньше часа пути от Римени и мы оказались в бывшей итальянской столице городе Равенна. Правда, столице не Италии, а Западной Римской империи. Рабы сквозь римские ворота уже не возят мозаик и догорает по золоту в стенах прохладных базилик. Любители русской поэзии при слове Равена тотчас же вспомнили эти прекрасные стихотворения Александра Блока. Равена славится своей мозаикой. Она здесь повсюду, в храмах, домах, мавзолеях. А ее сияние и глубина исполнения поражают, завораживают и очаровывают. Как ни показалось бы странным, Равена, расположенная значительно далеко от морского побережья, начинала свою историю как порт. Сейчас Равена расположена в 8 километрах от берега Адриатического моря. Строилась она все-таки как портовый город. И Равена выросла на Паданской равнине и сформировалась на месте морского залива, который в древности заполнял тектонический прогиб. А река Поп в течение тысячи лет приносила в залив ил с песком и вода уходила. В результате образовалась низменность с очень плодородными почвами. Линия побережья отступала все дальше и дальше, и поселения, что ранее были на берегу, оказались вдали от моря. Будущие земли Равены оказались весьма удобными для римского флота. Равена имела тогда хорошо защищенную лагуну и удобное побережье с песчаными дюнами. А одновременно хорошую связь с населенными пунктами полуострова. Сегодня Равена славится не только мозаикой. Здесь есть дом, где жил Байрон, а также могила Данты. Есть мавзолеи правителей, а также храмы возрастом полторы тысячи лет. Итальянские бриллианты Рим, Венеция, Флоренция и Милан сияют ярко, затмевая чуть более скромную жемчужину. Город Равенна. Мавзолей Галы Плацидии – самое древнее городское сооружение, датируется началом V века. Снаружи мавзолей похож на небольшую крепость, а стены внутри крепости украшены самыми древними мозаиками V века. Мозаики изображают Христа и апостолов. Эти орнаменты хочется рассматривать снова и снова, запоминая все во всех подробностях. На своде купола – восхитительный мозаичный орнамент на темно-синим фоне. В ясную погоду, когда лучи солнца проникают сквозь узкие окошки, стены мавзолея кажутся выложенными драгоценными камнями. Кубики из Мальты, из которых выложены мозаики, волшебно сияют на солнце. Время посещения мавзолея ограничено, поскольку внутреннее посещение очень маленькое, а поток желающих очень большой. Мы подошли к мавзолею, где захоронен Данте. Два итальянских города ассоциируются с именем великого поэта. Это Флоренция, где он впервые повстречал Беатричи и Равена, которую он, оказавшись в изгнании, полюбил всей душой и здесь скончался в 1321 году. А Данте, известно до обидного мало, практически все, что мы представляем о нем, является легендами. Но то, что мы знаем точно, что он был величайшим итальянским поэтом и одним из основоположников литературного итальянского языка. Девятилетним мальчиком Данте влюбился в дочь соседа Беатричи Партенари, и об этом он писал сам. Девять лет спустя Данте увидел свою детскую любовь уже замужней женщиной и полюбил ее на всю оставшуюся жизнь. Беатричи стала владычицей его помыслов и вдохновительницей его творчества и бесплотным символом возвышенной любви. Чувства к Беатричи Данте продолжал лелеять и посвящать ей стихи, даже когда та умерла сравнительно в молодом возрасте. Недалеко от места, где похоронен Данте, есть собор святого Франциско-Азийского. Первый храм на этом месте был построен в V веке. Церковь знаменита тем, что в ней отпевали и даже на какое-то время похоронили Данте. И еще бы, ведь здесь недалеко есть и его могила. И вот как раз самое интересное. В 1879 году в церкви проводили раскопки на глубине трех метров ниже уровня грунтовых вод и по центральным. Нефом обнаружили пол с мозаикой V века. Это и есть изюминка базилики. Теперь в затопленной кипте живут красные рыбки. Зрелище очень необычное. Чтобы разглядеть мозаику и рыбок, нужно зажечь свет. И для этого необходимо опустить в специальный валидатор монетку в 1 евро. Дело в том, что почти практически все старинные подвалы равены заполнены водой. Но ничего опасного в этом нет. По мнению реставраторов, осушение города могло бы привести к непредсказуемым последствиям. Это зрелище меня заворожило. Забыв про все на свете, я глядела на рыбок, пока свет не погас. По крайней мере, меня это явление. И сам затопленный пол, вот этот бассейн с мозаикой, он меня поразил. И мне даже трудно было дышать от волнения и восторга. А наверху на главном престоле стоит царкофаг епископа Ливерия 4 века. Под алтарем покоятся мощи святого епископа Неона. Именно здесь в 1321 году отпевали великого Данте, погребенного в расположенном снаружи склепе. Интерьер разделен двумя рядами мраморных колонн по 12 в каждом. Друзья, мы подходим к базилике Сан-Витали. Это жемчужина византийского искусства. Она чудесным образом сохранилась вдали от Константинополя в итальянском городе Равена. О святом Виталии нам известно немного, только мы знаем, что он был солдатом римской армии и был замучен во время первых гонений на крестьян вместе со своей матерью и шестью братьями в 164 году в городе Риме. Интерьер храма поражает яркими красками древних мозаик и ощущением пространства. Базилика была построена в 527 году по личному указанию епископа города Равены. Зайдя в базилику, не ожидаешь увидеть такое великолепие. Стройные колонны с кружевными капителями поддерживают многочисленные арки и создают необычные пространственные давления, игру света и теней. Храм украшен совершенно необычными мозаичными картинами-иконами. Лучшие мозаичисты из Константинополя создали на территории Италии шедевры, которым судьба уготовила гораздо лучшую участь, чем тем, которые не сохранились в самой Византии. Мозаики в Сан-Виталии дают нам почувствовать очарование, которое можно почувствовать в таких крамах, представленных в наше время лишь несколькими случайно сохранившимися памятниками, как в Равене. Возможно, именно здесь и вдохновлялся Александр Блок при сочинении этих строк «Рабы сквозь римские ворота уже не возят мозаик» и догорает позолото в стенах прохладных базилик. Вверху на своде изображен главный христианский жертвенный символ – апокалипсический агнец, пенчающий мироздание. А на полу изображение лабиринта, похожего на каменный ковер. Гуляя по улочкам Равене, куда не посмотришь, можно удивляться причудливой красоте местной архитектуры. Теперь мы прогуляемся по улице Карла Катаню и затем по улочке Андреа Анджелы мы отправимся в Баптистерий православных. На первый взгляд, Равена мало чем отличается от других городов Италии. Над дворцами и памятниками раннехристианской и византийской архитектуры возвышаются старинные колокольни. Мы подошли к Баптистерию православных. Его еще называют Баптистерий Неона. Это мавзолей Ост Готского короля, построенный в 520 году. Это поистине уникальное здание. Это единственный уцелевший памятник Готского зодчества. Здесь есть единственная сохранившаяся гробница варварского монарха. Но дух грозного Ост Готта мы не потревожим. Его тело было вынесено из мавзолея во времена византийского императора Юстиниана и остался пустой саркофаг. Так называемый Баптистерий, то есть Крещальня православных, это одна из самых старинных по времени основания построек. Его роскошное мозаичное убранство позволяет ощутить особую значимость Таинства Крещения. Здесь все приобретает смысл. От принимающего Крещение Спасителя благодатная энергия через апостолов передается Церкви. Идея неиссякаемости и бесконечности этого потока подчеркивается особенностью композиции апостольского круга. В нем нет ни начала, ни конца, нет центра, куда бы двигались ученики Христовы. Точнее, этот центр расположен за пределами самого круга. Это образ Спасителя на центральном медальоне. А фигуры двенадцати апостолов показаны в движении. Декорация Баптистерия тесно связана с темой Небесного Иерусалима, открывающегося в сцене Крещения Христа, Богоявления или Эпофиния, и расположена в куполе непосредственно над крестильной купелью. Друзья, здесь мы с вами видим очередную прекрасную достопримечательность Равены. Это храм Сан-Аполлинарин Инклассе. Нас тут встретила широкая равнина, напоминающая степь. Издалека мы подумали, что это настоящие коровки или буйволы, но на самом деле, конечно, они искусственные. С древнеримского языка название классы значит «Чивитоскласис», то есть город флота. Бронзовый август под сенью раскидистых пений перед базиликой – это единственное напоминание о том, что два тысячелетия назад Равена была римским военным портом, самым главным на Адриатике. Вероятно, при римских цезарях данная местность походила на Венецию. В конце зала представлена необычная композиция – сцена преображения Христова. Христос олицетворен Христом, возвышающимся над синим, усыпанным звездами в небе, и апостолы Петр, Иоанн и Иаков – агницами. Сакрафаки наряду с мозаиками – это истинно равенская черта, присутствующая повсеместно на площадях, во двориках и в храмах. В стиле храма видны признаки западного римского вкуса, и мы погружаемся на миг в самое начало европейской культуры. Христос олицетворен Крестом, и по сторонам Креста находятся полуфигуры пророков Моисея и Илии в облачных сферах. Дорогие друзья, мы прогулялись по прекрасному городу Равена, и для этого мы перевели наши итальянские часы на много столетий назад. Мы здесь обнаружили истинные сокровища, живущие новой жизнью. Здесь встретились разные культурные и духовные эпохи, и все это привело к непревзойденным шедеврам. А закончить хочется опять стихами Блока. Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь ровенно, у сонной вечности в руках. Дорогие друзья мои, я всем желаю крепкого здоровья, добра и позитивных эмоций. И увидимся, до встречи!